И сегодня у нас в гостях директор архитектурно-этнографического музея Тальцы Владимир Викторович Тихонов. Владимир Викторович, добрый вечер. Добрый вечер. Рада вас приветствовать. Часто слежу за тем, что у вас происходит интересного в Тальцах, конечно, по нашим сюжетам в новостях. Ну и, конечно, первый вопрос. Масленица-то будет у нас в этом году? Да, масленица будет. Ну, естественно, с определенными ограничениями. Все-таки пандемия продолжается, хотя идет непосредственно на спад. Если раньше у нас работала только одна площадка для концертных программ, и там скапливалось большое количество посетителей, то в этот раз будет работать пять концертных площадок, чтобы мы распределили посетителей по нескольким площадкам. Одна из этих площадок будет детская для ребятишек. Мы будем работать, провожать масленицу и в субботу, и в воскресенье. В принципе, программа будет и в субботу, и в воскресенье одна и та же. В субботу, правда, поменьше будет народу, но, как всегда, в воскресенье мы ждем определенный наплыв посетителей. Но при этом мы будем, естественно, регулировать наплыв посетителей. Если будет перебор, значит, мы, соответственно, даем информацию на въездную зону, и они временно прекращают, значит, въезд посетителей в музей Толицы. Поэтому лучше всего приехать до часу, чтобы все посмотреть. Программа обыкновенная начнется где-то с 12 часов различного рода концертики, развлекалочки, интерактивные мероприятия, там канат тянуть, на ходулях ходить, ну, как всегда. Ну, а лазание на столб у нас будет с 3 часов. Ну, сколько там? Полчаса продлится, полчаса продлится. В этот раз мы новый столбик поставили. Вот, естественно, со страховочкой будут лазить, потому что нам не нужны ЧПР различного рода. Страховочка будет нормальная в виде альпинистского пояса, значит, потому что случаи были, и мы несчастны. Рисковать больше не хотите. Мы повторять не будем. Это в свое время в Киеве было какой-то полез, пьяненький товарищ на столб, и решил сразу два подарка руками снять. Ну, свалился, убился. Вот нам этого не надо. Вот. Все будет нормально. Техника безопасности на высшем уровне. Дело в том, что мы постепенно, мы же начинали масляцию еще с 93-го года, но и те мероприятия, которые были травмоопасными, допустим, штурм снежной крепости. Я помню, как в 94-м году казаки обороняли крепость, а все остальные штурмовали. И смотрю, идет казак, и несет ухо оторванное. Ну, видать, кто-то повис на ухе, дернул. Судьбу я его не знаю. Вот. Ну, нам это тоже не нужно. Вот. Запретили мы вот эти вот ледяные катания, значит, на санях, каруси ледяную. Ну, потому что, особенно дети, не понимают, толпой лезут, раз кто-то попадет под место и прочее. Ну, сибиряки вообще отчаянный народ. Единственное, что у нас в этом году, одна масленица в этом году практически само театральное действие от прошлогоднего не будет отличаться. Единственное, что не будет, это масленичного хода, потому что там собирается очень много посетителей, это мы исключим. Еще один момент будет. Если раньше посетители, значит, когда на столб лезли, прямо около столба собирались, туда все, большая толпа собиралась, то сейчас мы делаем большое ограждение. Патрульно-постовая служба нам будет помогать, наша охрана будет помогать. На довольно-таки дальнем расстоянии будет, чтобы меньше было скопления просто. То есть к столбу выходят только желающие? Да, очередь будет желающих залезть и снять под призы. Призы, конечно, там хорошие, спонсоры у нас в этом году отличные. Я уж не буду называть, какие призы. Ну, кто снимет, тот узнает. Будет сюрпризом. Да, конечно. Я бы сам кое-зачем залез, но как-то уже навыки потерял. Владимир Викторович, ну я знаю, что без сюрпризов вы и в программе, собственно, не обходитесь. Вот что у вас за мешок с неприятностями там будет и что с ним нужно делать? Понял я. Значит, ну это наше ново-хау было в свое время, наша изюминка была, сейчас распространяется. Ну, многие иркутяне и телезрители знают, что обычно огонь – это очищение от всех неприятностей и прочее. И инки через огонь прыгали, и скифы через огонь прыгали, и наши, значит, славяне прыгали через огонь. Вот, и поэтому и маслицу сжигают. Хотя раньше мы сжигали тряпье различное. Где-то там на Сицилии и прочее в определенные праздники мебели выкидывали на головы посетителям, про прохожим. А у нас просто вот это вот то, что вот ветхое пришло в негодность. Вот сжигали, считали, что это отголоски прошлого, зимы, холодные. Слава богу, пережили, травка будет, все нормально. Вот, потом уже стали делать чучело, куклы, масленицы. Кстати, масленица была и женщиной, и мужчиной. Вот, чаще всего женщиной все-таки. Мужчина очень редко в некоторых регионах России была. Вот, и эта кукла пошла где-то с начала 19 века. В начале был праздник волоса, значит, этого, значит, бубога скотоводов. Вот, по две недели гуляли. Потом сократили время гуляния до недели. Вот, и вот как раз пошла эта масленица. И тоже тряпье наряжали. А сейчас, конечно, тряпье не найдешь, но придется из нового делать. И вот мы на шею масленицы, она у нас будет отдельно, будет три куклы масленицы. Одна на субботу, другая на воскресенье на сжигание, и одна для фотографирования. Значит, вот те, которые сжигать будем, вот мы делаем мешок. Значит, в этом году большой мешок будет, значит, сделан, потому что год тяжеловатый был до этого. Зима тяжеловатая. Вот, и те неприятности, которые у людей были, накопились, вот, чтобы их сжечь, и чтобы эти все неприятности ушли, вот они эти записочки пишут, и в мешок бросают, в мешок. Ну, можно, конечно, в огонь, но сейчас мы до огня доспускать не будем. Тоже огорожено будет место сжигания, и довольно-таки площадка большая будет, чтобы скоплений не было. Вот, и вот эти записочки бросают в мешочек для неприятностей, и они сжигаются, и все неприятности уходят, в том числе коронавирусные. Самое главное, чтобы посетители теперь написали на листочках все свои неприятности, с ними приехали, ну и будем надеяться, что все они уйдут как раз с огнем, на котором будут сжигать масленицу. Ну, вы правильно сказали, что на самом деле травка зеленая уже скоро, зиму мы практически пережили, а на лето какие планы? Я знаю, что вот вы всегда в движении, всегда что-то придумываете интересное, вот что ждать посетителям именно летом? Ну, летом будет нормальная работа в музее, вот, все экспозиции у нас будут открыты, вот, дай бог, недождливое лето будет. Конечно, мы кое-что подготовили, значит, не только сами, но совместно с нашими различными коллегами по культурному цеху, вот. Первое интересное мероприятие начнется у нас с 1 июля. Это в течение 10 дней, я не знаю точно цифры, даты, когда это будет, все-таки мы возобновим фестиваль русской оперы в Тольцах. И в этот раз опять покажут царскую невесту, мы ее уж третий раз будем показывать. Уж третий раз мне нужно к вам выбраться. Вы знаете, все жалуются, ага, а мы не смогли билет купить, а мы не, это не смогли, это, ну вот, пожалуйста, в этот раз филармонии, можно будет следить за объявлением филармонии. За афишей. Это наши коллеги, партнеры, знаешь, за афишей, они будут заниматься распродажей непосредственно этих билетов. Даже те, кто побывал на царской опере в прошлые годы, сейчас состав будет артистов другой, ну, большие любители могут еще раз прийти посмотреть это. Ну и вторая будет опера Доргемышевского русалка. Интересно, конечно, хотя я и царскую невесту. И место подходящее, где ее показывать. Да, вот, да, вот, как раз, особенно, вот я помню, первый показ, он длинный-длинный был, царская опера, когда солнце заходило, так нагнетало обстановку и прочее. И в опере это сумасшедствие Мерфы было. И, значит, природа вот такая была, ой, как здорово было. Дальше, после фестиваля русской оперы, каждую субботу у нас будут филармонические концерты. Это буквально будет до числа, до первых числа августа. Филармонические концерты. Ну, хао у нас будет 31 июля. Значит, на нижней площадке, где было Лебединое озеро, у нас, может, помните, года три назад, вот, там будет международный фестиваль бального танца. Причем, значит, если на оперы, на концерты, это потом платные, все-таки туда вход были, билетные, большие суммы, конечно, вот, то зрители на фестивале бального танца могут просто приходить, мы скамеечки поставим, сидеть и в течение дня наблюдать. В течение дня будет этот фестиваль. А как стать участником? А вот участникам нужно позвонить в музей Тольцы, в отдел культорганизации. И там как раз реквизиты дадут те организаторов этого фестиваля. И, пожалуйста, в Иркутяне еще идет набор участников. Там предполагается порядка 300-350 участников, представляете, сзади пропустить. Ну, здорово, конечно. Мне кажется, это должно быть очень красиво. И 14 августа, как всегда, у нас будет фестиваль, международный фестиваль ремесел. Если в прошлом году, позапрошлом году в международном фестивале ремесел приняло участие 6 стран, то в этом и где-то порядка 350 участников, участников только, мастеров, то в этом году предполагается порядка 500, если пандемия не подведет. Я думаю, что она не должна подвести, потому что мы все-таки записочки напишем для мешка неприятностей, сожжем их, естественно, на масленицу. Поэтому я желаю вам здоровья, чтобы все ваши планы, естественно, реализовались, потому что они очень глобальные. Ну, а я постараюсь тоже выбраться к вам. И написать записочку. С записочкой, ну и, естественно, летом тоже. Спасибо большое. Приезжайте.